Дорогие друзья Это достаточно опасно, я знаю пока в концертной практике, что если ты читаешь записку прямо сразу вслух, иногда бывают конфузы. Поэтому сначала ее нужно про себя прочитать, а потом уже... Свет вашей. Вот, смотрите, какие интересные режиссерские предложения, дорогие наши. Не кажется ли вам, что «Танго любви» — это не сольный номер Марьи Васильевны с элементом суфлёрства? Это аноним? В хорошем смысле. Аноним он в ПСЗ написан. Порпись ПСЗ. Порпись ПСЗ. ПСЗ, поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду. Ну, насколько я понимаю, автор записки не знает, кто такой суфлёр, потому что иначе я не могу объяснить... Суфлёр, суфлёр. Ответьте, пожалуйста. Да-да-да. Это действительно не сольный номер, это дуэт. Суфлёр тоже. Суфлёр — это текст подсказывает. Вроде бы мне никто ничего не подсказывал, но на самом деле в концертном варианте невозможно сыграть драматургию сцену. Потому что есть вот этот смысл, который называется микрофон. И есть некая условность, мы же не играем сейчас в спектакль, мы исполняем номера из спектакля. Поэтому, к сожалению, невозможно как бы его сыграть. Потому что, ну вот, есть вот этот пектакль. Так, мы на записи поставим на боку? Она хорошая. Не знаю. Антон Павлович, он не говорит, он просто думает. Поэтому это даже достаточно громко. Хомяк? Ушёл. Пока товарищ милиционер, почему хомяк? Пока Лида читает. Кого он назвалит? Скажите, планируется ли повторение концерта в дальнейшем помимо 19 мая? Это, собственно, к организатору и продюсеру. Значит, сейчас мы твёрдо уже знаем, что 2 июля здесь, в этом же месте, состоится ещё один концерт. И он уже будет наполнен, наполнен всякими сюрпризами, самыми неожиданными, постараемся. В этом? В этом? У Лиды у меня премьера 2 июля. Да ты что? Да у меня 2 июля спектакль. А Пети Маркина нет 25 июня. Ну, эту же тему. Когда мы сможем снова увидеть Нордост на сцене? Я думаю, что это к авторам. Я следую. Я следую. Я следую. А когда начался прекрасной игрой детей? Какова судьба детской труппы? Я совершенно точно знаю, что если не каждый второй, то каждый третий Нордостик поступил в театральный институт. Сами не отрывайся, Розовский. И сейчас, да, Саша Розовская здесь. А даже Розовская только благодаря ней не спели Юрий Соловьевым синхронно и не хотели. У нас это никак не получается. Я хочу сказать, видите, Михаил Филиппов, знаете такого, теперь мой коллега работает вместе со мной в театре Московского совета. Филипп Авдеев заканчивает курс Серебренникова. И еще огромное количество народу уже встретилось и в кино, и в замечательных театральных проектах. Саша Розовская, выйди и скажи. Мазихину шутить не запрещать. Хорошо. Юра, это ты писал? Мазихину! Все не по первому плану, а по второму, по третьему, правильно? Дорогие друзья, я так поняла, что у нас какие-то несостыковочки насчет следующего нашего концерта, но он обязательно состоится до того, как мы отъедем на большой фестиваль, ради которого, собственно, я все это и засеяла. Но теперь понятно, что фестиваль – это предлог, потому что что выйдет из этого проекта дальше, как дальше он может развиваться, совершенно непонятно. И даже страшно и прекрасно себе представить, что из этого может получиться. У меня такое ощущение, что мы вообще все можем. Вот, все, теперь. Теперь, когда мы встретились через десять лет так, как будто бы мы не расставались, у меня ощущение, что мы не будем. Дорогие друзья, у нас собралась труппа. Спасибо вам огромное за записки и вопросы. Продолжайте их присылать, потому что у нас будет еще один перерыв для записок. У нас все продумано. У нас один из ценнейших ресурсов проекта – это руки Татьяны Солнышкиной, которые должны отдыхать. Поэтому в специале продумали некоторые паузы. А кто поможет? Ну, начнем с темы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Неудачи преследовали нас И самая первая из них — ошибка, за которую приходится расплачиваться ежеминутно Так что снаряжение экспедиции я поручил Николаю Да, Николай, молю тебя, не верь к этому человеку Не только я один, весь экипаж Святой Марии шлёт ему пропекция Так что смело сказать, что всеми нашим неудачам мы обязаны именно ему Не только я один, весь экипаж Святой Марии Весь экипаж Святой Марии Нет, это невообразимо Ты что-то путаешь, да нет И подпись вроде псевдонима Сейчас я вспомнил Сейчас я вспомнил Малкатима Малкатима Малкатима? Что за бред? Малкатима Нет, это имя мне знакомо Лишь буквы путает земли Его звала я Мантигома И это знали лишь вдвоём мы Тебе я верю Так, увы Малкатима Малкатима Почему подчеркел белый снег Мир исчез под черным сугробом Почему густой белиной Черный пепел окутал весь шар земной Свет померк и спасения нет И лекарства, что помогло бы Выжить в этом черном снегу Я в домашней аптечке найти не смогу В душе моей холодный снежный год И греюсь я последним угольком Хоть тлеет он едва Едва прощенья нет ошибки роковой Не вправе я считать себя живой Пока моя любовь жива Любовь моя, что столько лет была За считая неверия и зла Любовь, любовь Которую я предала Есть на полках домашних аптек Порошки, бальзам и мази И настой целебной крови От волнений, от сердца и головы Но когда почернел белый снег И небесный звод рухнул на зиму И трясиной сделала смерть Остается лишь это средство Остается лишь это средство Не покажет небесный И небесный звод рухнул на зиму И небесный звод рухнул на зиму АПЛОДИСМЕНТЫ Мне только что сказали, Неужто это правда, Но как же так, Но как же так, Но как же так могло случиться? Как же так могло случиться, Кто нам это говорит? Тот, чей я тыщу сочиться, Чей цинизм столь не прикрыт, Нам как раз не доставало, Ведь здесь плеветника, Чье растворенное жало, Нам несло удар наверняка. Да как ты смел Сегодня войти в этот дом, Где боль, где смерть, Где раны еще так свежа? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Но я клянусь, пожалуйста, братя, Ведь ты-то мне веришь, скажи. Снятся, не сумел я спасти, Потому что мне был, как рыба, А теперь сказал все, что знал. Но уж лучше был бы, как прежде, нет, Только правда, лишь правда в чести. Нет уж сын по горлу, спасибо, Вот он, правда, страшная вина. И кому это нужно, кому, зачем? Там, где кончается земля, Там без полвеселом, Средь облоков корабля, Скрыта правда подо льдом. Где-то подо льдом, Там, где кончается земля. Нет, правди, голос нужен, Рад сама наружу. Где-то сквозь мрак и стужу Пьются следы по льду. Братья, отца и Кати Должен я разыскать. И клянусь, что экспедицию Пробашу пью на ряду. Пусть не скончаем шаг, Пусть небо сильный труд, Я никогда ни за что Изменю пошкут. Пускай безмолвие, да, Пускай пожаришь ты, Я ни за что, никогда Не стану вновь немы. Жить, значит, жить скорая, По милочком-то с краю. Если тебя ворают, Подлость нельзя спускать. Если тебя задело, Это уже полдела. И все, что остается, Лишь бороться и искать. И все, что остается, Лишь бороться и искать. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Спектакли, во всем спектакли, в которые мы играли, после этого номера, после Арии Сани, была трак. Спокойно, никто никуда, никто. Все хорошо, мы не будем, так сказать, перекуривать. Мы продолжаем дальше, полетели дальше, причем полетели в буквальном смысле слова, господа. Следующим номером нашей программы, ну, как говорится, с чего начинается второй акт, это, ну, это я даже не знаю, как назвать, это номер, который поют все, кто видел Нордост. Нордост, это номер, который не только поют, ну, вот моя, допустим, самая старшая дочь, Екатерина, которая сейчас здесь, она даже играет его, ну, или, по крайней мере, разучивает, и поет уже. А танцы? Даже дуду против назывался. Да, насчет танцев. Что, 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 что? Что ты такая? Ты вот, но мы действительно сейчас полетим, но хочу сказать вот что. Дело в том, что, дело в том, что, дело в том, что, особенно сегодняшнего исполнения этого номера, в том, что ни один из присутствующих здесь сейчас на сцене этот номер в спектакле, ни в одном спектакле не исполнял. Это номер летчики. Это номер летчики. Мы очень долго думали, мы сломали себе голову, чем заменить гвоздь этого номера, потому что гвоздем был, конечно же, степ летчиков. Ну, это здесь невозможно. Мы уже хотели, простите, сделать степ на ложках. Но решили, опять же, не превращать это в балаган. Видимо, ложки, трещотки, балалайки и гармонии — это более поздних версий. Поэтому, дорогие зрители, давайте степ будете изображать вы. По столам, по каевкам и на ложкам. Летчики. Может быть, может быть, может быть? Может быть, может быть Может быть, может быть, может быть Пилот 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 живет, подобно боли птице Всегда не там, где жил вчера Он не смешит с семьей обзаводиться Хотя, казалось бы, пора И мы не хватки денежных ресурсов Не растеряется пилот Он и запрется с правильного курса Хотя, казалось бы, его труд Я в чистом поле быту По утру лениво Грудно винтом И столкнуется Стревоженное дниво Ну а потом Ну а потом А из руды моя страна Дает металл Чтоб в самолете я летал Полет металл Вокруг леса Вокруг поля Моя земля Моя краса Моё жилье А над землём Могучее крыло Моё А над землём А над землём Могучее крыло А над землём Крыло моё 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 Дорогие друзья Следующий номер будет Сложный Будет не так просто исполнить Тут главное не запутаться, кто какие партии поет. Итак, следующий номер Валькина квартиры. Я хочу вам представить. Юрий Мазихин – Мусан. Олег Кузнецов – дядя Миша. Саня Кригорьев, собственно, не ошибешься. Найдер Маркин у нас Матапыч. Тут дети Маркин. Леша Бассажанский у нас будет с Валькой. Видите, что у нас будет какой-то ухудшительный пир. Тут все для Фира и Маленький Петя – виновник Верри Пороха. Кроме того, дама-скандалистка у нас Ирина. Лина – нет. Я свою за Петёвну и за Кира. Ну, а сейчас первое слово предоставляется даме-скандалистке. Пожалуйста, расскажите, как это было. Что за клинки? Что такое? Что случилось? Там в уборной, там такое приключилось. Захожу из унитаза, на меня глядят два глаза. Я чуть пыла, говорить не разучилась. Это жуковых бронелки. Черепахи, миши. Мелки. Развели в квартире, понимаешь ли, а салабарки. Устроили эти пари для собственных крышей. Уйдите, наши пари, они разносат в шари. Так это же не мыши, а просто хомячки. А кто у дяди Миши подымил все очки? А кто у тетли пиры, все тапочки покрыз? Доставлю всю квартиру, а таро ваше крыть. Квартира вам не место для замок и замкопов. Они смотрят порядочный жильцов. Тут мы возьмём, да и напишем. Сюда придём, там, а еще продом. Так как и вы, и ваши мыши, за всё окрепите перед зубом. О, звонят. О, не удивлюсь, что это таким же и за вами. Вот же и за вами. Ты к кому, товарищ? Саня! Ой! Кира! Саня! Ты смотри, я думал лётчики с усами. Это кто-то? Неужто ваши? Просто копия папаши. И как мама с колопатыми носами. Это Саня, это Петя. Просто смею, а не дети. Раз вели в квартире, понимаешь ли, а сафар. Что мы ж добрые, местные дети? Извините, товарищ милок. Как можем у нас в головете? Кто очень опасный живёт в ситуации полной трагизма, Нужно срочно его потратить, И со свойственным вам героизмом Не надо ли вы к этим воду спустить? Что за бедность? Ты не бойтесь, он хороший. Что за бедность? Я вам дам подразумевать пальцы. Этот вид недавно вывели и китайцы. Ужай-ка! А мой тот симпатичный и, наверное, её практичный. Ну, конечно, потому что тараканами этот питается. Всё-всё-всё, не молите ей все заботы, Мотовая ещё пилота. Слушайте, он уже там с дороги, дайте отдохнуть человеку. Вы её помните. Огромен, красавица. Ну, как же ты заживёт, помоли? Копти в атмосферу. В порядке, смотри, скоро старший пойдёт в первый класс. Кораблёв постарел. Ромашов начал делать карьеру. Истин Николай Антонович. Вот тебе раз. Кстати, Катя и он. Ну, да ты уж, наверное, слышал, что Ты давно ей звонил. Я вообще не звонил. Есть тебе вот. Девять лет? Девять лет. У тебя просто съехала крыша. Ай-яй-яй, я пошёл. Разве можно так девушку долго томить? Извините, что лету в чужой разговор, но... В этом месте можно отдать маленький совет. Звоните, не сидя. Ты парень, ты куда? Похоже, вы боитесь, и вовсе даже нет. А не глядят, как будто это кедра. Вот аппарат! Не не тяните! Вы такие роли, мои роли, я вот! И если вы не позвоните, В лобокий ковы, ты не смогут быть в дом! Не тяните! Не тяните! Не тяните! Не тяните! Не тяните! Ай-яй, молодца! АПЛОДИСМЕНТЫ Самый светлый, самый романтичный эпизод спектакля «Влюблённые», который происходил на мостах. Саня с Катей встречаются через девять лет... Самостах? Восемь. Через девять лет пытаются сказать друг другу, но так и не решаются ничего вымолвить о своей любви. Угу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты Что за роли отведены судьбою на следующий главе? Где сейчас играют артисты музыкал? Ответьте, пожалуйста, расскажите о себе, Юлий. Мы уже намекали, Таня, с тобой. Продюсер, всю жизнь. И все. Виктория Соловьева играет в мюзикле «Звуки музыки». Там же Оксана Костецкая, Лена Моисеева. В каждой мюзикле играет Лена Денисенко, Марк Подлесный, Маратов Драхимов. Все это звезды музыкального театра. Реальные. Вот, посмотрите. Вы понимаете, свободное от наших встреч время. Я тоже, Леша, играю в мюзикле «Звуки музыки». Я был в Алине. И Катя Гусева тоже играет в мюзикле «Звуки музыки». Там все наши. Олег, расскажите о себе. Я служу в театре. Московского совета. Да, именно. Московского совета. И в нем Московского совета. Снимаюсь в кино. Ну, воспитываю уже третьего сына. За две репетиции родилось два сына в коллективе. За две репетиции. Как вы назвали сыновей? Михаил. Ромашов. Ну, это его проблемы. У меня Иван. Иван Андреевич. Вы будете сочинять басни? Иван Пал. Нет, Иван Андреевич. Иван Андреевич. Я не знаю, что это за Палыч. Он слева от тебя. Ну, я могу вам сказать, что я по-прежнему, как и донор ДОСТа, так и сейчас, работаю в основном для детей. Я работаю в детском музыкальном театре «Экспромт». И мне это нравится. Я обожаю детей. Ну, и еще я исполняю весьма своеобразную роль. Я Иуда. В рукопере «Иисус Христос суперзвезда». В театре Моссовета как раз выключился. Я тоже обожаю детей. У меня тоже есть сын. Тоже Иван. Какое симпатие. Я собираюсь открыть целый детский театральный центр в ближайшее время. Надеюсь, у меня это получится. Еще я работаю в театре «На Таганке», как прежде. И в театре «Луны». Ну, вот еще и вот. Чуть не пошутила, не сказала. Не Иван Палыч. Но не настоящий. Я работаю по-прежнему в проекте «Саундрама». В общем, в основном. Ну, и так по мелочи. По мелочи мы в себе. Ну, по мелочи это «Портос». Мюзикный мушкетер. Я до последнего времени сидел на двух стульях, занимаясь еще профессией телевизионного ведущего и вел такое культурное обозрение событий в центре Москвы. Недавно я слез с одного стула и целиком теперь вернулся в «Брекло» театральный. Метро еще классный. Да, говорите в метро, Саша. Я редко спускаюсь в метро, но если захожу, обязательно здорово изговорить. Здравствуй, Леша. А я пишу диссертацию. Стромно, стромно, сказала Лидия. А можно ли от ксерик ноты, по которым играет Татьяна Солнышкина? Значит, от ксерика можно, да что уж вы там поймете. Понимаете, там же все подчеркано именно Таня... Она не дописала Татьяна Солнышко, она писала для себя. Таня в основном наизустью все. А с кавер у вас с собой. Она вспомнила свой клаве просто. Это там образ надо тогда. Вот, нам комплимент. Есть призрак оперы, да, призрак оперы, а вы душа великого мюзикла. Спасибо. Записки писать некогда, потому что нет никакой физической возможности оторваться. Спасибо огромное. Все, записка витеки. У нас покончено, и мы продолжаем. Сохрани эту записку на следующий концерт. Хорошо. И следующая сцена у нас пройдет в приемной. В приемной все в морпути, Лицом к лицу столкнутся непримиримые враги Саня Грюзорьев, Ромашов и Николай Антонович. Саня! Саня! Григорьев, черт побери! Искренне рад какому сюрпризу. Здравствуй, Ромашка! Здравствуй, подлиза! Саня! Кончай пускать пузыри! Ты-то чего здесь оказался? Да уж не ты ли, часом воду здесь мутишь? И что? Гляди, когда подулетишь. Ты чего? Это вовсе не я. Это наш старикашка прокази. Он боится, что твой перелет Воскресит его старый грижок. Он тут ползает, словно змея. Он использует старые связи. И уж точно, но все что угодно пойдет, Лишь бы замысел твой растереть. Порожок! Порожок! Ты-то маленький гути, ты не сам не зимаешь. Я вообще на твоей стороне. Лишь как замок льва. Что ж, когда девять лет Ты такую улику скрываешь? Я-то знаю, что ты-то весь нос воровал. Не делай такое лицо. Понимаю твое раздражение. Да, ты была клеветом, умы. Естественно, жаждешь суда. Но ты получишь свое письмецо. Уж сделай мне одолжение. В сорок восемь часов уберись из Москвы И не лезь в наши скадьи и дела. Никогда. Я, похоже, помешал нисколько Николая Торчь. Видите ли, только что с настойчивостью чрезвычайной. Верный ассистент ваш, не стесняясь, Предлагал мне помощь в том, Что попозорить вас на вену. Да-да, весьма печально. Он, подлец, припас на вас опасный компромат. Да-да, я в курсе, из чего бы ждать иного. Я его взрослый, а значит, сам и виноват. И что, подлец, он для меня отнюдь не нова. А кто же с ним рядом, летчик Григорьев? Нет, не назвать его подлецом. Сеятель смерти, боли и горя. С доброй душой и честным лицом. Как раненого волка, меня вы обложили. Один седился в колку, другой терзает шилы. Ах, как я ненавижу вас, молодых и властных, Ступающих все ближе и ближе, и ближе, Готовый бездрастно добить старика. Готовый щепериться из тупика. Но зубы есть. Но зубы есть. Но зубы есть. Па-ка. Раздается свист и взрыв авиабомбы. Хор превращается в жителей блокадного Ленинграда. На продолжительное время наступает глубокая тишина, Которую подчеркивает ступ метрономы, Скрип снега и отдалетная, едва слышная канонада. Люди, похожие на тени, поодиночке бредут по улице, Тащат санки, стоят в очередях за хлебом. Среди них Катя и Нина Капитоновна, Которые возвращаются домой. Катя, поддерживая обессилевшую бабушку, С трудом пропевает знакомую мелодию. Тучи опять наполцают, Белой метелью грозят. Там, где вода замерзает, Жить нельзя. Бабушка, уже пришли. Бабушка, уже пришли. Зачем же только ты поехала со мной в Ленинград, В Ленинград, в Ленинград. В Ленинград. В Ленинград. Что вам нужно? Вы кто? А может, вот вы? Это я виноват, напугал. Я тут чудом попал на спецрезды Москвы, Волновался ужасно, повсюду искал. Под борьбешкой весь город пешком шагал и нашел. Слава Богу живых! Я вам могу помочь, покинуть этот ад, Ведь город при чем? Чем вам один вток? Постойте, роважок, не отводите взгляд, Скажите, почему у вас трясутся руки? Выпейте водки и глоток, Вам нужно подкрепиться, хотя бы чудом. Прежде чем войны приговор так жесток. Что с ним? Саня жил? Говорите! Его повстречал в сентябре, Он нажал в санитарном вагоне. Тяжко раненый, знал их не рот, Он ни с кем не ступал разговор. В тот же день в шесть утра на заре На каком-то степном перегоне, Но немецкие танки отрезали путь, И шмутяшон на спинкер. Супор! Я его подтащил, С члены своей дороги. Тому, кто в ближайших осени Лучил под пуском, Он был слишком тяжел, Мне пришлось отползти за подмогой, А потом, это ужас, что было потом. Я вернулся за ним через час, Думал, он все лежит неподвижен, Я летался средь этих осин, Но зайти его так и не смог. Я летался, но кайф не спас, И, конечно же, вряд ли он выжил. И заруженный больной совершенно один, Угоруженью врагов не почти что без ног. Нет, все было не так, Я могу это твердо сказать, Вы не ангел, вы враг, Выдают вас загорелые в наши глаза, И своим вдохновенным враньем Никогда вы не сможете скрыть одного. Ромашов, это вы, Вы убили его. Это не я. Уйдите. Это не я. Уйдите. Это не я. Это не я. Хотя, казалось бы, и не зашли, Но я абсолютно Его любит. Я полюбуюсь. Это не я. Его не стал я убивать, Ходей на кулесу без львовна. Его добились. Я не пойму, какой ползал, Когда побили наш лан, Как он добрался на Этихазин. Где я наткнулся на него, Едва живого, Друга детства своего. Да, я не любил, Да, я не любил друга своего. Да, 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 да. Ну что с тобой? Для твы на крови Дружба навсегда. Все это мура. Чушь, 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 Детская игра. Все это мура. Все это мура. Детская игра. Закон природы. Просто из свиного яичка И свиного яичка Не выглупиться. Просто не получится, Синичка. Не получится, Синичка. И глупо ждать, Что род родской Устроен по-другому. Дети, Хоть и невинные, Но все же человеки Из непорочных Человеческих детей. Никто другой Уже не в ней растет Повеки, Кроме людей, Мерзких людей. Я сказал, Ну все это, Он ответил, Отвежись. Я сказал, Ну а душ не дружь, Ты испортил мне всю жизнь. Знаешь, что это такое? Это штука пистолет. Я сейчас смахну рукою, И моей проблемы больше нет. А он, Мол, прям аж, Мол, слабкий, Покончит со мной. А я, Смотри, Смотри, Я спускаю крючок. А он, Стервец, Колевка лежачий больной, Схватил, Костыль, Да такого сильного швырнул, Что обмел мне плечо. Костыль мог меня убить, Это желание я, Ох, 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 Я забрал его вещички, Я забрал его вещички, Всю еду и даже спички, Всю еду и даже спички, Я ушел, Просто ушел, Это не я, Это не я его купил, Сам поток. Вот. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Слышишь ты мои слова, я верю, я надеюсь, я люблю, и смерти я тебя не уступлю. Пока моя любовь живет во мне, ты голову свою не сложишь. Не сгинешь под огонь и не сгоришь в огне, ты сможешь, ты сможешь. Пусть будет для тебя любовь моя от мажьего меча защитной. Пусть будет для тебя любовь моя. Ольчугою стрелы, роднёю от копья, да будет для тебя любовь моя. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Для многих людей «Нордост» стал водоразделом и разделил жизнь на то и после. Для всех тех, кто любит современный музыкальный театр, для профессионалов этого направления, актеров, музыкантов, «Нордост» является мерилом качества, масштаба, глубины, большего смысла, если хотите. АПЛОДИСМЕНТЫ Это, конечно, очень эмоционально сравнивает «Нордост» с другими мюзиками, которые периодически идут на разных площадках. Но зачастую это некорректно, да и не стоит права. Однако раз за разом мы ловим себя на мысли «Да, ну а вот мой «Нордост». Эта история с нами навсегда. Итоги этой любви объединяют разные поколения модных людей по всему свету. Мы хотим верить, что девять безмолвных лет прошли и канули в лето. Мы хотим верить в то, что с этой программы постепенно начнется возвращение этого замечательного спектакля. Итоги этой любви PhD Ветер свежь, волна крепа, На облак раечке земли Сердце рвется в облака. В облаках, там не кончается земля, И мало долгих лет прошло с тех пор, Как трогнул первый лёд Верховья. Ветер свежей реки, что выйдет нам простой, Зовется дурною. Ветер свежей реки, что выйдет нам простой, Земля. За синие леса, за снежные поля, И телом, где кончается земля, Ветер свежей реки, что выйдет нам простой, Ветер свежей реки, что выйдет нам простой, И телом, где кончается земля. Олег Кузнецов, Андрей Богданов, Бёрган Маркин, Алексей Насажанский, И руководитель проекта и продюсер Лидия Чебоксарова, Татьяна Солнечкина, музыкальная руководитель проекта и продюсер Лидия Чебоксарова, Трук себе жди, трук мой дорогой, Знай, а ты не я всегда с тобой. Не пускай поменяемся мы, Поменяемся ли сквозь года проросая, Год двенадцать месяцев в году, Знай, что я тебя не подберу, Я тебя никогда не придам, Не доберу тебя, Кому никогда не придам, Знай, что я тебя... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Городные друзья, послушайте, Это... АПЛОДИСМЕНТЫ Это... Это, конечно, необыкновенный сюрприз. Я первый раз это слышу всё. Нет, конечно... Ну, да, слова-то я знаю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Но в таком исполнении... Я, честно говоря, потрясён, Потому что я всегда считал, Что Нурдос — это самолёт. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И какие люди? Какие люди? Я... Пусть они говорят, что хотят. Пусть они... Пусть они делают вид, Что это им даётся очень легко и просто, И что они забывают слова. И импровизируют походу. Но я прекрасно знаю, Что за этим милым импровизационным исполнением, вот этим концертным исполнением стоит огромный труд. Огромный. Я не знаю, сколько они вложили сюда своих часов, нервов и таланта. Но таланта видно, конечно. Талант не скроешь. Но вот все остальное скрыто, скрыто, скрыто под этой сценой. Я не знаю. Я честно, я потрясен. Вы практически делали много спектаклей. Спасибо вам, Владимир Владимирович. Спасибо вам. Спасибо всем вам, всем, кто пришел. Мы очень боялись, честное слово. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . . Спасибо. . . Спасибо. . Спасибо. . . . . . . . .